Дофамин важнейший нейромедиатор, который отвечает за огромное количество функций в организме. В народе его принято называть гормоном счастья, но это выражение сильно недооценивает его работу в теле человека. На деле же это химическое вещество, которое синтезируется сразу в четырех органах человеческого организма – в головном мозге, надпочечниках, почках и кишечнике. Ответственность у дофамина велика, так как он отвечает за коронарное кровоснабжение, способствует увеличению содержания кислорода в крови, омывающий мозг, и служит основной системой вознаграждения мозга, регулируя выраженность, чувство радости, мотивации к делу. Образуется он из аминокислоты, тирозин, который поступает с пищей, а также образуется из фенилаланина. Как гормон он работает с артериальным давлением, регулирует частоту, силу сердечных сокращений, также влияет на мускулатуру кишечника. Но, конечно, главную роль он в центральной нервной системе играет как нейромедиатор. Главный источник дофамина в нашем мозге – это средний мозг, где находятся два основных скопления. Это черная субстанция и еще одна часть, вентральная часть покрышки. На просторах интернета можно найти множество статей и материалов, посвященных так называемой дофаминовой зависимости и различным своеобразным детоксам. Они представляют из себя отказ от музыки, гаджетов, фильмов и сериалов, ведь данный способ получения заветного гормона счастья считается дешевым. Но как организм реагирует на самом деле на подобные запреты современных развлечений? С научной точки зрения мозг действительно подает сигнал о повышении уровня дофамина в крови, но он не отличает его поступление от, скажем, просмотра любимого сериала или же прочтения книги. Все дело в психологическом факторе. Именно он отвечает за поведенческие привычки человека нашего времени. Мозгу легче съесть любимую еду, чем заняться тренировкой в спортзале, которая только через время приведет к повышению дофамина в организме. Обращаясь к медицине, мы понимаем, что самое главное – не отказывать себе в легкодоступных радостях, а наблюдать за уровнем дофамина и не допускать дофаминовых ям, которые образуются, если вести рутинный образ жизни, мало отдыхать и не давать организму пищу, которая будет способствовать его выработке. Иначе его нехватка может привести к негативным последствиям. Когда недостаток дофамина в связи с гибелью черной субстанции, это ядра среднего мозга, приводит гипофункции базальных ганглиев, это называется болезнь Паркинсона, сопровождается снижением двигательной активности, а гиперфункция, наоборот, так называемой гиперкинезией, и это болезнь Хантингтона. Из ранее сказанного становится ясно, что якобы экспертное мнение на тему правильного и неправильного дофамина – миф. Основная загвоздка в осознании важности данного гормона и нейромедиатора для организма. Специалисты рекомендуют критически относиться к любой информации в которые связаны со здоровьем человека. Ведь кроме вашего лечащего врача и результатов ваших анализов, никто не расскажет достоверную информацию о состоянии ваших гормонов и остальных систем организма. Валерия Карташова, Универ Новости.